Здравствуйте, уважаемые телезрители! В связи с выявлением коронавируса в нашей стране был объявлен режим ЧАЭС. Какие меры предпринимаются, какова обстановка сегодня? Об этом мы поговорим с официальным представителем Министерства здравоохранения Диасом Ахмедшарипом. Диас, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, о состоянии заболевших. Как они себя чувствуют? Здравствуйте. Состояние у них удовлетворительное, динамика хорошая, то есть они получают лечение. Все те лица, которые были рядом, по постановлению главного санитарного врача, мы сейчас выделили две категории. Это близкий контакт и потенциальный контакт. То есть те люди, которые были в близком контакте, это родные и близкие, которые с ним непосредственно были рядом. В самолете, которые сидели рядом на расстоянии двух кресел, это близкий контакт. А потенциальный контакт это те лица, которые летели одним бортом. Допустим, ну, возможно, они заражены, но это потенциальные контактные лица. То есть мы их искали в течение, вот как самолет прилетел, выявили заболевших, их положили на стационар. Многие люди разъехались по другим городам, но благодаря усилиям Министерства внутренних дел, также к нам подключились к работе представители национальной безопасности, комитет национальной безопасности. Мы нашли всех потенциальных контактных лиц, близких контактных лиц. И сейчас по этим двум бортам из Германии, также и самолеты из Москвы, которые люди прилетели, все находятся на стационаре, получают лечение, обследуют, создают анализы. Пока выявленных с коронавирусом нет. Скажите, вот заболевшие, сколько по времени они будут находиться вообще в больнице? И после их выздоровления сразу ли вы их отпустите домой? Сам стационарный карантин предусматривает 14 дней наблюдения врача непосредственно в больнице, в карантине, в провизорном отделении. То есть те люди, которые заболели, они ежедневно проходят лечение, сдают анализы дополнительно, то есть предпринимаются все методы лечения. После выздоровления, а так как они выздоровеют, это мы уверены, потому что по мировой статистике из 130 тысяч заболевших более 70 тысяч выздоровели. То есть если не запустить эту болезнь, и тем более на первых порах, то есть она излечивается, данная болезнь. То есть как они вылечатся, конечно, они будут отправлены по своим регионам, по своим домам, но будут в любом случае под пристальным наблюдением наших врачей уже по месту пребывания. А все другие контактные лица, близкие люди, которые были в контакте, которые сейчас у нас лежат в стационаре, они также пройдут все тесты, анализы. Подтверждаем анализ. Один тест они сдают, если отрицательно, мы еще раз берем анализы. Уже идет второй тест. У нас мы тесты закупили с пяти государств. То есть есть и российские, и китайские, и казахстанские тесты, и немецкие тесты. То есть после того, как они прошли все тесты, и не подтверждается данный вирус, тогда они уже, отлежавших 14 дней карантина, они выходят домой по месту пребывания, будут также наблюдаться у врача методом обзвона. Диас, скажите, пожалуйста, почему столь строго наказывают людей за отказ от лечения и предоставления информации о контактных лицах? Кто нарушил карантин, им предусмотрен штраф в размере 5 МРП, согласно 462 статье, пункт 3, это не выполнение постановления. То есть тут постановление главного санитарного врача, это согласно кодексу административного правонарушения. Им грозит штраф в размере 5 МРП. То есть если вы находитесь на стационаре в карантине, в принципе, под наблюдением врачей, и есть домашний карантин. На домашний карантин, они, те лица, которые приехали из категории 1Б, мы же подразделили категорию, на три категории у нас действуют. То есть если вы нарушили домашний карантин, то также вы будете наказаны административным штрафом. Но в первую очередь я хотел бы здесь отметить, конечно же, ответственность наших самих людей, которые находятся на карантине. Кто находится на стационаре, понятное дело, они под пристальным наблюдением врача, но те лица, которые находятся дома, за каждому следить это физически невозможно. Представить каждому представителя полиции и нашего врача тоже не совсем получается этим заниматься, делать. Хотя юристы отрабатывают данный механизм на данный момент. Поэтому мы призываем в этом вопросе все-таки быть более ответственным, дисциплинированным. Именно тех лиц, которые лежат на карантине, соблюдать все требования домашнего карантина. Потому что он должен, этот человек, понять, находясь на домашнем карантине, что это в первую очередь его здоровье. Его здоровье – это здоровье его близких, родных, родственников, друзей. То есть 14 дней просто самоизолироваться, соблюдать максимально все требования, максимально. И смотреть, наблюдать за своим здоровьем. Если повысилась температура на домашнем карантине, выявлены какие-то первые симптомы, опять-таки никуда не выходить, не идти в поликлинику, а просто вызывать 103, либо звонить на наш колл-центр 1406, который работает круглосуточно. Что касается ситуации по Алмате, сейчас разбираются представители Министерства внутренних дел, это их компетенция. Опять-таки по уголовному кодексу, потому что это уже уголовное дело, так как она может причинить вред другому человеку, то есть не раскрыв все контакты, с кем она была, данной. А это те люди, которые были с ней в контакте, возможно, они уже могут заразить и других лиц. То есть мы максимально должны сейчас выявить всех близких и потенциальных лиц, кто был в контакте с тем или иным человеком, зараженным вирусом, и, соответственно, принимать экстренные меры по их лечению. Хорошо, желаю вам удачи. Спасибо за уделенное нам время. Спасибо за очень содержательную беседу. Спасибо. Еще раз хочу напомнить, если вдруг с вами какой-то симптом, если вы почувствуете недомогание, не стоит идти в поликлинику, звоните 103, либо у нас работает единый колл-центр 14 06 круглосуточно. Спасибо большое, Диас. Уважаемые телезрители, это был официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахмедшариб. Всего доброго. Министерства здравоохранения Диас Ахмедшариб Продолжение следует...